всем привет с вами дмитрий афанасьев мы продолжаем работать над заказами и мы подошли к той теме что нам нужно сохранить оформленный нами заказ в базу данных что он для этого требуется в первую очередь нам требуется в базе данных выделить место куда мы будем сохранять наш заказ то есть нам потребуется создать необходимые таблицы для хранения заказа нам потребуется ввести две таблички давайте перейдем в базу данных где уже уже готового сайта я покажу какие таблички нам нужны заказу нас будут храниться в двух таблицах первая таблица эта таблица orders вот она здесь будут храниться сами заказы с привязкой к пользователю и подробности заказа вторая таблица патч с здесь будут храниться продукты с привязкой к заказу и количество определю определенного продукта в заказе и так рассмотрим таблицу orders перейдем на вкладку структуры таблицы и рассмотрим поля итак первое поле это поле 1 идентификатор ключевое поле второе поле юзер один здесь будет храниться идентификатор пользователя которому принадлежит данный заказ следующее поле data created дата создания заказа следующее поле data payment дата когда заказ был оплачен далее д дата модификации заказа когда данный заказ когда-либо изменялся следующее поле это статус заказа то есть заказ только поставлен либо он выполнен статус заказа 0 значит заказ пользователь осуществил заказ и статус заказа единицы значит пользователь уже оплатил заказ далее идет комментарий комментарий к заказу и юзер айпи айпи пользователя с которого был осуществлен заказ давайте создадим точно такую же таблицу нашей базе для этого я прихожу на вкладку экспорт все галочки оставляю без изменений за исключением некоторых убираю авто инкремент так как в текущей базе у нас уже есть данные следовательно поле авто инкремент она уже какое-то значение имеет и чтобы его не дублировать новую базу чтобы в новой базе все начиналось единицы я выбираю галочку от инкремент также выбираю галочку с поля данные то есть данные мне сейчас не нужно мне нужна только структура таблицы также убираю галочку сохранить файл так как мне не нужно сохранить файл мне нужно только дать структуру нажимаю кнопку ok и так получаю структуру таблицу orders копирую все эти данные копировать перехожу в свою базу данных и теперь вы повторяете за мной перехожу на вкладку sql и добавляю сюда следующие строки первые строки они мне не нужны остальные добавьте точно также как это сделал я итак мы выполняем команду mysql create table давайте еще раз пробежимся посмотрим что здесь у нас выполнятся создать таблицу если таковой не существует имя таблицы orders то есть если такая таблицу существует то мы сюда не попадем и новая таблица у нас не создаст и так первое поле айди название берутся в апострофы тип интеджер но пнул и автоинкремент далее юзер один тип интеджер но пнул то есть пустое значение здесь быть не может дата креетед тип дата тайм но пнул тоже дата пеймент тип дата тайм дефолт ну то есть по умолчанию здесь ну мы пока еще не знаем когда пользователь совершит оплату поэтому при создании нового ордера здесь да мы записываем ну дата модификации заказа следующая строка тип у него time stamp но пнул и по умолчанию дефолт значение по умолчанию current time stamp он апдейт current time stamp это означает то что при любом апдейте данные данные записи поле дата модификации будет изменяться автоматически на текущую дату это нам нужно для статистики то есть мы просмотрев в нашей админке любой заказ мы сможем узнать когда по данному заказу деле делались какие-то изменения в базу данных далее следующее поле статус по умолчанию он значение будет равно нулю то есть когда человек создает заказ статус у него автоматически становится ноль то есть он на состояние не оплачено единицы значит состояние оплачено далее идет поле комментарий именно сюда мы будем писать те замечательные строки которые мы делали в прошлом уроке вот эти вот то есть кто когда делал заказ не просто идентификатор пользователя да по которым мы можем посмотреть текущие его данные а мы можем посмотреть именно данные на тот момент это все будет записываться в комменты и далее юзер айпи это тот айпи адрес пользователя который был у него на момент создания заказа для чего это нужно предположим если пользователь скажем живет в россии и делает заказ и в адресе указывает то что он в германии пришлите мне пожалуйста в германию то есть он заведомо дает нам неправильные данные для того чтобы добавить нам проблем в жизни то есть мы отправляем посылку в германию на самом деле там никто не ждет поэтому вот по айпи адресу можно человека вычислить то есть заказ он сделал с одного айпи адреса просто отправить куда-нибудь совершенно в иное место далее следующей команды при моряки и мы назначаем поле айди ну вот принципе и все далее идет рабочая информация после нажатия на кнопочку ok у нас создаться новая таблица нажимаем на кнопочку ok так табличка создана если мы перейдем нашу базу данных my shop мы увидим новую табличку orders она у нас создана и пока еще пустая